Реанимация теперь тоже выглядит по-другому. В отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Дмитрий Иванов общается с медперсоналом, оценивает условия работы и оснащенность отделения современным оборудованием. Спасибо нашему президенту за то, что во всех муниципальных районах сейчас идет переоснащение больниц, идет реконструкция больниц. И вот в этом году нам опять выделены средства до завершения капитального ремонта нашей больницы. На пятом и четвертом этажах уже полностью преобразились после реконструкции кардиологическое отделение и первичный сосудистый центр. Дмитрий Иванов осматривает, в каких условиях теперь лечатся больные. Здесь комфортные палаты, в каждой туалете обустроены всеми элементами доступной среды. В сосудистом центре гости задержались подольше. Это прикроватное кресло, которое устанавливается в палате с удобными подлокотниками, с удобной установкой головы и ног и управляется пациентом. Теперь в каждой палате находятся вот такие прикроватные кресла. Пациенту могут передвигаться на них самостоятельно. В первичном сосудистом центре гостям продемонстрировали возможности новых современных тренажеров и реабилитационных комплексов, необходимых для восстановления больных после инсульта. Раньше о таком оборудовании отделению могло только мечтать. Благодаря нацпроекту здравоохранения это стало реальностью. Оно не просто новейшее, оно современное, хорошего мирового уровня. Персонал очень ждал, очень ждал. И во время капремонта мы проводили обучение, то есть он был готов. А сейчас все больше и больше для себя открывают возможности этого оборудования. Сейчас в больнице идет подготовка ко второму этапу реконструкции стационара. А также уже стартовало строительство приемно-диагностического отделения. Как говорят сами врачи, ему не будет аналогов в других межрайонных больницах. Это командная работа. Опять же, благодаря нашему президенту, несмотря на то, что ковидные условия, проект закончился, еще дальше продолжается. Сейчас мы начали строить приемно-диагностического отделения. Это опять же спасибо министерству нашему, министру и Дмитрию Стефоровичу, который всегда контролирует здравоохранение. Основная работа будет в этом году закончена. За один год мы должны закончить, к концу года запустить уже центральную больницу. Будем стараться, по крайней мере, это сделать. Финансирование выделено. САФРОНОВА Арина Лучья! Гран-при! Лучшим студентом года по итогам конкурса признана Арина Сафронова. Она успешно учится в многопрофильном колледже, занимает активную жизненную позицию и теперь является обладателем главного титула. Гран-при вручает глава муниципального района. Спасибо всем тем, кто был со мной все эти годы учебные, кто вел меня к этой цели. Учителя, спасибо вам огромное, спасибо, что вы в меня верили. И большое спасибо хочу сказать своим родителям. Они всегда знали то, что я самая лучшая. Они говорили, ты сможешь верить в себя. Спасибо вам большое. Традиционно проходит церемония награждения победителей самых разных номинаций конкурса. На сцену поднимаются лучшие студенты Чистополя, отличники учебы, общественники, добровольцы, спортсмены. Все те, кто вносит свой вклад в развитие города, реализуют свои научные проекты. Так Ангелина Капустина стала победителем в номинации «Общественник года». Она автор проектно-исследовательских работ, постоянный участник конкурсов. Планирует реализовывать свои проекты на площадке молодежного центра. Мы подготовили проект, направленный на привлечение туристов в город Чистополь. Когда приезжают теплоходы, когда наплыв туристов, нужно продавать какие-нибудь сувениры или просто, чтобы оставалось у людей что-то на память, чтобы они хотели вернуться. Озвучивают имена победителей и вручают им награды, известные в городе руководители. Праздничное настроение создают выступления творческих коллективов, молодежного центра, а также вузов и учреждений среднего профессионального образования. Хочется каждый из вас пожелать, чтобы вы получили хорошее образование, нашли свое место в жизни, проявили себя. Это самый прекрасный год сейчас, когда вы можете это сделать. Участвуйте во всех мероприятиях, занимайтесь спортом. Это все помогает жизни. Каким был минувший год для муниципального района? Обсуждают трудовые коллективы на встречах с представителями власти. В радиокомпании «Вектор» после отчета о главных итогах социально-экономического развития Чистополя идет их обсуждение. Сотрудники предприятия интересуются жизнью города, его проблемами и достижениями в различных сферах. Я думаю, очень важно, потому что люди без кривоток, без всяких побочных мнений и от первого лица слышат подробную информацию о ситуации в Чистопольском муниципальном районе. Коррективу в жизнь муниципального района внесла пандемия. Главной задачей стало достижение золотой середины между карантинными мерами и сохранением условий для дальнейшего развития экономики. С этим успешно справилась радиокомпания «Вектор». На встрече представлена новейшая разработка предприятия, которые уже успешно используются в медицине. Речь идет об искусственном медицинском интеллекте. 270 поликлиник Москвы, они все и сегодня тоже подключены к нашему искусственному медицинскому интеллекту, рядом с которым мы вот здесь вот находимся. И первую обработку, эти флюорограммы, эти рентгенограммы, они проходят здесь у нас в Чистополе. Это вообще удивительная вещь. В процессе беседы руководство предприятия делится своими планами на предстоящий год. Одна из задач – выпуск в рамках экономической зоны ТОССР первого телемедицинского комплекса с мобильным интеллектом. Не менее важная – помощь населенным пунктам в решении цифрового неравенства. Мы здесь тоже хотим внести посильный вклад. И у нас есть технические решения, связанные с подлинной революцией в области спутниковой связи. И вот мы знаем, как эти технические решения во всех этих небольших селах, в том числе и в Чистопольском районе, применить. Коробка «За храбрость» установлена в процедурном кабинете педиатрического отделения. Каждому ребенку из нее можно взять любой понравившийся приз. Ребятам объяснили – все это для поднятия настроения и преодоления страха перед процедурами. Когда вы идете на инъекции, сдаете анализы крови, то есть какие-то болезненные процедуры, вы берете игрушку отсюда? Сейчас не болезнь, не все уходят в крови. Это вам за храбрость и отвагу. Все игрушки абсолютно безопасны. Они прошли необходимую санитарную обработку. Такую акцию проводит один из банков Чистополя совместно с благотворительной организацией «Шеридарь». Она будет долгоиграющей, поэтому к ней смогут примкнуть все желающие поддержать маленьких пациентов. Это все-таки нелегко, начиная с первых минут поступления, когда посторонняя атмосфера, идут манипуляции болезненные, идет обследование, лечение. Они это все преодолевают, выздоравливают. И своими подарками, этими сюрпризами мы им улучшаем настроение. Аналогичной коробке храбрости ожидает детей в более чем 100 городах России. Все это, естественно, помогает, повышает настроение. Ребенок занят, увлечен любимыми игрушками. Стало приятнее, на душе как-то легко, что приходят, дарят подарки. Аналогичный опыт поддержки детей есть в республиканских детских больницах. Там детям вручают за храбрость даже грамоты. Все это делает пребывание ребенка в стационаре более комфортным, считают врачи. Я вот тоже думаю, что мы планируем вместе с этими игрушками и грамоту определять, то есть за храбрость, за отвагу, за то, что он прошел лечение в стационаре. Мы видим улыбки на лицах детей. Это самое приятное, когда ребенок рад, доволен, улыбается. Редактор субтитров А.Семкин